Шуфрин Леонид, Сергей Агазидович, чем этот матч по прошлому среде отличался? В этом так немножко состав перетряхнули, но показалось, что в этой игре безалаберности как-то больше было на поле. Может быть, невынужденных ошибок я имею в виду. Я бы не сказал, как раз таки у нас в том матче было 11 ошибок, здесь мы ошибались только в основном у штрафного соперника, а здесь ребята старались надежно, по крайней мере, они борьбу навязали очень хорошую. Чем отличается с Рубином? Минут 20 ничем не отличался. И когда они забивали подряд несколько моментов железных, то у меня мысль 5-2 такая, повторяется история, что ли? То есть нам нужен был гол, и мы добились его, и считая, что перетаем внизу концовочку немножко. Нервозно играли, потому что, ну, видимо, как обычно, психология встречается. Вот конец тайма, доставка, нарушение, доставка угловой, можно мяч спокойно вынести с ладнокровно в поле, вдруг съезжается на угловой удар. То есть, ну, психология, не более того, что 35-35 разница сходит. Одно и то же, всегда нужно быть более спокойным и ладнокровным. Ну, это так легко говорить еще, команда в начале пути, которым мы хотим видеть. Вот. Поэтому я бы не сказал, что безлаберная игра ни в коем случае, наоборот. Претаем там где-то заменки, где-то пока люди в игру включились. Тоже немаловажный Матспан не тренировался практически. Четыре дня травма была, тот только сегодня к патчу подошел. В состоянии вот такое еще. Вот. Ну, я рад, что таксировали два нападающих. Они проделали огромный шабьем работы. То, что от них и требовалось. И было сказано, что дожди эту землю перепахать. И в плане давления, и в плане открывания. Система отскоков работает. Маркова за спину. И сыграли очень правильно, в силу своих возможностей. То, что они имеют свои качества. Они себя как бы раскрыли в этой игре. И, конечно, забитые мячи. Когда же нехорошо разыграли штрафной удар, наигранный. Пробил выше ворот. Бей дальний низом. И, по идее, гол. Ну, хватало. Поэтому я немножко и соглашусь, что безлаберно. Но, наоборот, игра была целостная. В втором тайме, например, я сейчас, на вскидку, не могу споить моменты у Рубина. Второй тайм. Я могу споить, что это отпоминаю. Я думаю, были острые моменты. Но, что не могу споить, честно. Почему вы два нападающих сыграть решили? С Рубина, а один Марков начинал? Нет, мы с Рубином не играли два нападающих. У нас также и группа атаки была. И Маспан был вверху. И мы также создали много моментов. В целом, основном, брать. И также давление было. Но сегодня так решили. Но функции были те же самые. Также Марков откатывал сюда, в эту позицию отвечал за опорный взвод в обороне. И так далее. То есть функции не менялись. Но я ведь тогда сказал, что в конференции, когда счет три игры на ноль, мы бьемся в стену, всегда надо что-то менять. Ну вот и решили, что-то надо менять. Надо выпускать настоящих центров форвардов, которые единственное, выполняют разные форварды. Спасибо. Сергей Борисович, хотел бы задать такой вопрос. На 42-й минуте забили фенальтик. Как, по Ваше мнение, это стало приоритным моментом в игре? Или же все-таки, так или иначе, дожали бы соперника сегодня, учитывая то, что он находится сегодня. Гол очень важная штука. Для нас тем более. Мы в первом тайме должны были 5-6 забивать точно, а гола нет. И этот гол в раздевалку практически. Это для нас был как глоток воздуха, что да, немножко сбросили оковы. Однозначно. Там, в принципе, должен был забивать Апаев, не упал, в принципе, пустые ворота. Но нарушение правил было, хорошо правильно разобрали судьи. Поэтому очень важный мяч, на самом деле. Он дал возможность нам быть более спокойным и уверенным в себе. Ну, ясно, что и быстрый гол из раздевалки. В том числе. Сергей Борисович, с вашим приходом я заметил два изменения. Первое, то, что Магаль стал играть гораздо выше и переквалифицировался в такого атакующего полузащитника из латераля. Насколько вас устраивает то, как он выполняет функции на поле. И второй вопрос касательно более короткого паса. То, что команда стала играть более короткий пас. Но это, опять же, требует больше ответственности. То есть, повышается роль каждой ошибки. И достаточно ли качества исполнителей для такой игры? Ну, вы заметили, мы играем уже третий матч, так, твердый даже. Ну да. И ничего не меняется. И они никогда не поверили, когда говорят, вот, команда, если владеет мячом, нужно исполнить. Или как это? И люди с восьми лет занимаются футболом. Их учат бить пас щечкой, там, условно, внутренней своей стопы и вести мяч. Потом они играют в футбол. И они что, идиоты, что ли? Ясно, что у них нет качества бородила Мадрид. Но играть на этом уровне в другой футбол научить, это же люди образованные. Они закончили академию, они поиграли в разных командах. Например, Якимов и Чаров. Это Краснодарская школа. Я стал уйстоком. Я знаю, как там у нас построена академия. Там он уже обучает всему. Он же не идиот, чтобы не пас не отдать. Просто надо тренеру игру ставить. Я так ставлю игру, как мой футбол, и не пас главный, короткий, а выбор решения на поле. То есть или пробегание на высокой скорости, венчет вперед, или дриблин, или в одно касание. То есть у нас нет ограничений пас. У нас есть игра по выбору решений, чтобы это был непредсказуем для соперника. Индивидуальные действия, вы видите, что сейчас команда ребят старается обыгрывать. Поэтому тогда и футбол смотрится. Он разнообразный, он разностилевой. И что жили в одной структуре. Поэтому да, это направление, чтобы тогда повышать потенциал футболиста. А если ограничивать, вот туда ударить, конечно, он не умеет пас играть. Ну тогда учите. Я учу. Такая у меня система. А по поводу Магаля? Магаля, ну, по крайней мере, объем работы для инсайда. У нас нет там крайних объектов. У нас инсайды. Право-лево, они встречаются в середину. И на принципе, когда еще мог сместиться, есть пространство. В целом, да, у него огромное качество. Это, конечно, объем скоростной работы сумасшедший. А в этом компоненте он еще начинает правильно с мячом работать. И он Субина был самый опасный игрок. Сегодня он и пробивал, и организовывал. То есть, может быть, парень не настолько ярок как бы так в креативе, но как футболист, он сегодня один из тех, на которые мы ставим, держим опору. То есть, это игрок, он один из ключевых, потому что он дополняет командные действия. Добрый вечер, с победой. По составу вопрос. Второй матч подряд Андрей Менделй играет в защиту. Это усиление игры в обороне? Или варианты его использовать по родной политике, потому что он один из лучших опорников в составе? Я когда пришел, просто еще у меня очень было мало времени. До этого он сыграл, говорит, неплохой матч на кубок. Были брызгалов после травмы условно. Какие-то были проблемки определенные. Там Калинин получил повреждения. Ну, решили пока оставить то, что позитивное было раньше. Ну, пока так играет, значит, играет. Посмотрим дальше. Видно будет. У нас выбор есть, если брызгалов набирает. И Федя Бадрешов начал тренироваться в общей группе. То есть, посмотрит, видно будет. По угловым ударам сегодня, статистики пока не видел, но ощущение, что угловых впадали больше, чем по поворотам створа ударили. Здесь есть ресурсы для обострения игры? Мы за два матча в Урал-Рубинске 16 угловых впадали. И ни одного обострения. Сегодня пару было. Было пару, но пока еще проблемы есть. В случае не пошла передача в Альшин. Так, слишком высоко, зависухие. Так он не должен подавать. Он должен подавать по зонам. Да, включает специальные зоны, специальные блоки. А если доставки нет, что хочешь, наигрывая, без шансов. Вот. Поэтому, да, на самом деле резерв большой. У нас очень много стандартов. Повторяю снова. 16 угловых за два матча. Урал-Рубин. 9-7. Через 20 штрафных ударов. Нет, 25 доставок должно быть. Хотя бы один год точно. А у нас ничего нет. Сегодня тоже самое много доставок, но пока так. То и неправильно идут. А сейчас сегодня пошла передача. А там уже передачи нет. Хотя вот наигрыши два сыграли хорошо. Когда Маркова бил, когда на третьего разыгрывали, то все, они прошли как бы. Вопрос о физическом состоянии, о физподготовке. В конце прошлого матча, ну, видно, что команда немножко устала, просила, отмечали это. Сегодня мы этого и не увидели. В чем притина, и еще, ну, многие обсуждают вашу штангу, в том числе и фиральные каналы. Так ли серьезно вы загрузили футболистов? И вот почему сегодня с физподготовкой? Вы знаете, мне нравится, что меня считают апологетом штанги в России. Хотя я далеко, не я это придумал. Вообще-то в Афина в первой алюминии было до Нашера. Там уже поднимали тяжести. Сильные, здоровые. Как я не пойму. Ну, дикуль, как лечат людей. Я просто, иногда, Юрий Гвартарянов, великий советский штангист, два метра высоту прыгал. Почему? Потому что штанга – это взрыв. Ничего. Есть такой великий ученый, господин Верхошанский, который мне преподавал в высшую школе тренеров в Советской. Вот уехал потом. Именно это, правильно, он преподавал. Нам потом преподавали. Понимаете? Сейчас этих ученых уже нет, к сожалению. На Циворского, Верхошанского. Он уехал в Италию, стал главным консультантом всех сборных Италии по футболу, по атлетизму и силу подготовки. И, как говорит Хавьер Дзанетет, поигравший в Италии до 40 лет, я считаю, что фитнес-тренеры не нужны в командах. А тренеры по атлетизму, я делал жим ногами, 500 килограмм. 500. А надо 24 тонны тренировка в зале, 24 тонны пиковая. И также штанга, все. Или не стали люди образованные, я не могу понять. А второе, какая штанга у нас? На сборах всего 6 тренировок. Это что? Это не проблема абсолютно. Мы штангу сейчас делали, у нас были занятия такие, ну, вкрапливы небольшие. Но просто матчи с Рубином, там проблема была. Нефигуготовки. Там неправильно вошли структурные замены. Это однозначно. И мы просили из-за этого. Кто именно, я больше не буду. Сергей Борисович, вы на прошлой пресс-конференции много говорили о своих принципах построения игры. И хотелось бы уточнить вы до связи на этот момент. Сегодня, когда достигнет первый результат, ротация, в вашем понимании, должна быть? Или будете придерживаться более-менее такой схемы, которую принесли на взгляд, при том, что выбор фронтов в команде солидный достаточно? Ну, вы обратили внимание, если брать большие клубы, европейские, да и другие клубы, или там условно, где на Киеве, Лавановского в свое время, состав 15 человек обычно. И очень, ну, гвардероны редко меняются очень в составе. Один, два футболиста. Почему? Потому что ты со временем, месяцами, годами, там, или там, условно, циклами дорабатываешь взаимодействие игроков. Чем чаще они вместо взаимодействия, тем лучше становится игра. То есть новое для соперников – это улучшенное взаимодействие в тренировочном процессе. И если будет сильно большую ротацию делать, то игра не будет смотреться на... Потому что разное взаимодействие, ты будешь сарахаться в разношении. Поэтому у нас хорошая обоима футболиста определенных, есть качественные футболисты, одинаковый, например, пульс-минус на позициях. Ну, у каждого будет, я не люблю слово «шанс», а есть в футболе все, что угодно, когда ты можешь выйти и сыграть. Поэтому мы должны тренироваться, готовиться и ждать возможности только один, два, три игрока, которые могут войти вместо кого-то, как сегодня случилось. Поэтому здесь большой ротации, конечно, нет. Я сам люблю футбол на отточенность. Каждый знает свой маневр. А если игрока стоит все время нового, то это бесполезно. Почему в СССР были узнаваемые команды? Потому что там переходов не было. И все играли практически в своих командах, и все были узнаваемы, стиль был. Это для меня важно. Я так смотрю на вещи. Но опять же у нас ребята, и хорошие молодежь в частности, они очень хорошие манеры сыграли в Варенбурге. И мы дадим шансы сейчас сыграть в СССР. У нас будут играть те, в основном, кто не играл сегодня. Как раз все получат практику хорошую. Еще можно один вопрос? По поводу Селья. Он хорошо сыграл в Варенбурге. В прошлом матче он вышел, вроде как лётчик себя показывал, сегодня вообще не вышел. Что вы можете против? Ингендиально очень хороший футболист, мне нравится. Вы помните, господин Каравалев привел в ЦСКА, его Газаев год выдерживал. Год молодого парня, год выдерживал состав. Поэтому нужно давление на адаптацию. Междуковый барьер, партнеры, структура и так далее. А так индивидуально хороший футболист. Мы на него рассчитываем.